Всем привет! С вами тестовая лаборатория Олди. Совсем недавно компания AMD представила новый флагманский гибридный процессор A107870K. О нем и расскажем. Процессор изготавливается по 28-нанометровому техпроцессу, совместим существующими материнскими платами с сокетом FM2+, и обладает 12-ти участвительными ядрами. Четыре из них — это ядра CPU, которые работают на штатной тактовой частоте 3,9 ГГц и имеют возможность автоматического разгона до частоты 4,1 ГГц в турбо-режиме. Кроме того, особенность линейки — разблокированный множитель — предоставляет возможность вручную разогнать частоту процессора до еще больших значений. 8 из 12 ядер работают на частоте 866 МГц и объединены в графический блок с архитектурой Graphics Core Next, который включает в себя 512 потоковых процессоров, 32 текстурных модуля и 8 блоков растеризации. Одна из особенностей гибридного процессора A107870K — поддержка многопоточных программных интерфейсов DirectX 12, Vulkan и Mantle, которые призваны повысить производительность и визуальное качество в играх нового поколения, в том числе и за счет возможности асимметричной обработки графики при использовании связки из гибридного процессора и графических решений AMD Radeon R7 и R9. Среди прочих особенностей AMD A107870K — технология Virtual Screen Resolution, которая позволяет запускать игры на низких разрешениях с последующим масштабированием изображения почти без потери качества картинки, технология FreeSync, которая обеспечивает плавную смену кадров на поддерживающих эту технологию мониторах, архитектура гетерогенных систем, которая благодаря совместному использованию CPU и GPU повышает скорость работы совместимых приложений, а также полная поддержка новых возможностей Windows 10. К нам же в руки попал предпродажный образец этого гибридного решения в составе вот этого системного блока со следующими спецификациями. Процессор AMD A107870K со встроенной графикой AMD Radeon R7. Материнская плата MSI A88XM Gaming. Оперативная память 8 ГБ DDR3 1600. Накопитель твердотельный объемом 120 ГБ. Блок питания мощностью 250 Вт. Операционная система Windows 8.1. В своем пресс-релизе AMD сравнивает производительность своего нового гибридного процессора с производительностью Intel Core i3, который по цене наиболее близок к новому флагману линейки A10. Мы же сравним результаты A107870K в графических бенчмарках и результаты Intel 4250U со встроенным графическим ядром Intel HD 5000, на базе которого построен ПК Intel NUC, использующийся в нашей галерее для игры в Грид Автоспорт. Многопоточный Cinebench R115 поставил процессору 3,38 балла. Однопоточный процессорный тест SuperP32M завершился за 35 минут 13,614 секунды. Графический тест 3DMark 2011, режим Performance 1729 баллов, режим Extreme 409. Новейший 3DMark. Результаты очень неплохие для встроенных процессор ведюхи. PCMark 8. Тесты Home, Creative и Work. Опять же неплохо. Синтетический тест AIDA64. Вот таблица с его результатами. Ну и на закуску проверим, как новый гибридный процессор AMD потянет современные игры. World of Tanks на средних настройках выдает в районе 50-70 кадров в секунду. Mortal Kombat X. Игровой процесс идет без тормозов, что не может не радовать. Что ж, как и обещали в пресс-релизе, новый гибридный флагман AMD A107870K хорошо показывает себя как в тестовых пакетах, так и при выполнении реальных задач. Кроме того, приятным бонусом является то, что на встроенный в гибридный процессор графики можно даже сыграть в современные игры без необходимости приобретать отдельную ведюху. До свидания!